Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о скарификации семян. Слово скарификация известно не каждому. Происходит оно от латинского и переводится как царапаю. Скарификация – повреждение поверхностных оболочек семени. Используется оно для ускоренного их произрастания, для тех семян, у которых нет периода, то есть те, которые могут прорасти в любое время. Чтобы это произрастание не произошло в неблагоприятный период, природа защитила эти семена надежной твердой водонепроницаемой оболочкой. Чтобы растение не проросло не вовремя, ему дана водонепроницаемая защитная твердая оболочка. Под этой оболочкой зародыш спит, пока защита не ослабнет. За год-два створки семени обветшают, они раскроются, туда попадет влага, солнышко начнет обогревать, и тогда зародыш проснется, жизнь начнет развиваться. Но нам некогда ждать, когда растение само пробьется. Да и всхожесть у семян, как правило, не 100%, поэтому мы используем скарификацию. В природе семена также проходят этот процесс. На структуру оболочки влияет ветер, дождь, различные бактерии. Все это помогает разрушить твердую оболочку семени и приводит к ее быстрому разрушению и произрастанию. Важно помнить, что при скарификации защитный слой полностью не удаляется, он лишь слегка повреждается, иначе растение может погибнуть и не произрасти. Такой обработке подвергаются семена, например, вишни, сливы, персика, фисташки, калины, кизила. Также поступают с очень плотными, напоминающими камни семенами шиповника, ежевики, малины, которые без скарификации произрастут лишь через несколько лет. Если все сделать правильно, то зерна произрастут максимально быстро. Например, семена ежевики, если их не скарифицировать, произрастут на второй-третий год. А при скарификации исходы появятся уже примерно через месяц. Стоит отметить, что если семена уже проклюнулись, а на улице, например, еще лежит снег, то лучше не тянуть и посеять эти семена в вазон. Есть три основных метода скарификации. Термический, механический и химический. Начнем с термического метода, как самого популярного способа обработки семян. Оболочку мы будем разрушать с помощью температуры. Итак, первый способ. Семена окатываем горячей водой, но не кипятком, а примерно градусов 70. Затем выкладываем их на влажную салфетку и убираем в холодильник примерно на один день. После высеваем. Второй способ. Ставим две емкости воды с контрастными температурами. Одна с горячей, также приблизительно градусов 70, вторая с холодной. Хорошо, если там будут плавать частично расплавленные кусочки льда. Завязываем семена в полотняный мешочек и опускаем их в горячую воду. Выдерживаем 20 секунд, затем опускаем в холодную. Тоже 20 секунд. Вынимаем, проверяем результат. Если оболочки не треснули, повторяем процедуру. И так до тех пор, пока оболочка не разрушится. Очень важно после каждой процедуры проверять, не треснула ли оболочка. Если увеличить время выдержки до 30 секунд, процедуру можно ускорить. Но есть риск того, что семя сразу лопнет в горячей воде и зародыш повредится. Количество циклов определяем по целостности оболочки. Повторюсь, после каждой процедуры проверяем результат. Если оболочка хоть немного треснула, процедуру заканчиваем. Эта семечка убираем. Малейшая деформация, трещинка, скорификация окончена. Чем тверже семя, тем дольше приходится его купать. Метод очень эффективный. Но все же есть риск сварить зародыш. Так что аккуратнее. Воду поддерживаем в стабильно горячем и в стабильно холодном состоянии. И это, пожалуй, здесь самое сложное. Есть еще один вариант. Обработка горячим паром. И это подходит для косточковых культур, например, боярышника или шиповника. Завязываем семена в полотняный мешочек и держим его над паром примерно 30 секунд. Периодически проверяя, чтобы семена не лопнули. Но такой способ очень опасен. Можно получить ожоги. Следующий способ скорификации механический. Здесь на помощь садоводу приходят абразивные средства. Например, надфиль или наждачная бумага. Еще можно использовать шлифкруги. Кладем лист наждачной бумаги. На нее высыпаем семена. Сверху накрываем еще одним листом. И делаем вращательные либо поступательные движения так, чтобы семена катались по нижнему листу наждачки. Чем мельче семя, тем мельче зерно шлиф шкурки и меньше нажатия. Иначе, если семена маленькие, а нажатие будет слишком сильным, можно их стереть совсем. Если же семена совсем мелкие, можно применить другой способ, где семена будут тереться друг от друга, а абразивом будет выступать влажный песок. Как проводят такую скорификацию? В бутылку или банку с плотно закрытой крышкой помещаем семена и песок, которого должно быть как минимум в два раза больше. Если песок сухой, его немного увлажняют, так как влажный песок тяжелее и силы удара больше. Закрываем плотной крышкой и начинаем сильно трясти. Трясут емкость минут 5-10, чтобы смесь семян с песком сильно ударялась о стенки, интенсивно перемешиваясь. Высевают потом вместе с песком. Третья разновидность скорификации – это химическая, то есть обработка семян едкими кислотами. Но работать с соляной либо сирной кислотой в домашних условиях все же очень опасно. Поэтому я вам этого делать не советую. Все же химическая скорификация – это удел сельхозпредприятий. Это все, что я хотела вам рассказать о скорификации. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok